Но я предлагаю следующего гостя не заставлять долго ждать, потому что это особенный гость, которому у нас личные благодарности, можно сказать. Ну, ты знаешь, Саш, вот сейчас мы будем говорить на тему студенчества. Это очень важная тема, но вспоминая себя в эти годы, а это, можно сказать, одних самых лучших лет, ну, самый лучший период для меня, и тем не менее вспоминаю, как, будучи студенткой, было непросто учиться. Но я думаю, что сейчас современным и нынешним студентам намного проще всё даётся. И в качестве поступления, да, и в качестве уже самой программы. Но я думаю, об этом более подробно расскажет сам Сергей Федоркин, доктор технических наук, профессор, директор Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Позвольте выразить вам большую благодарность за то, что вы приняли нас в своём просто сердце зелёном. Это украшение не только вашего университета, но ещё и всего Симферополя. Я думаю, что вам здесь будет комфортно, и ваши гости будут выдавать ту информацию, которая будет очень интересна нашим телезрителям. Спасибо, Северослава. А вот у меня первый вопрос назревает. А вот эти растения, может быть, они выращены руками самих студентов? Они прикладывают какие-то усилия для того, чтобы этот сад цвел и процветал? Я должен сказать, что этот сад был в своё время создан сами, с привлечением студентов. Преподаватели спроектировали конструкции, спроектировали ландшафтные наши архитекторы, и студенты принимали участие, спроектировали вот эту вот всю, так сказать, красоту. Руку они приложили? Да, приложили. Помог нам в своё время Никитский ботанический сад для того, чтобы определёнными растениями украсить его, потому что, в общем-то, это довольно сложная процедура. Не все растения друг с другом уживаются. Тут есть определённая наука для того, чтобы создать зимний сад, чтобы все растения росли. Вот банан, например, там у нас плодоносит, вы, наверное, видели, да. То есть это довольно сложная была задача для того, чтобы создать зимний сад у нас в Академии. Я так понимаю, что это теперь гордость студентов, и все, кто учатся у вас, они все потом с гордостью рассказывают, что были в таком саду. Скажите, а много студентов в этом году у вас появилось, набрали вы? В этом году мы набрали немножко меньше, чем в прошлом году. Для этого, наверное, вы знаете, что в этом году впервые поступали студенты по ЕГЭ, единому государственному экзамену, впервые крымчане, выпускники школ сдавали ЕГЭ. Ну, в общем-то, ЕГЭ сдали нормально, но были определённые проблемы. Связанные с тем, что значительная часть, или определённая часть выпускников школ сдала не тот экзамен по математике. В смысле не тот? Они сдали общую математику, а в соответствии с решением Министерства науки и высшего образования для поступления на технические специальности необходимо было сдавать профильную математику. И в результате, я не знаю, кто надоумил выпускников. Как могла, да, возникла такая ошибка? Видимо, не очень внимательно студенты читали правила, выпускники школ читали правила приёма. Может быть, как-то повлияли преподаватели школ, руководителя, директора школ. Ну, тут, может быть, хотели поднять рейтинг выпускников, потому что экзамен общий, он немножко проще, чем профильный. Но тем самым значительная часть выпускников лишилась права поступать на технические специальности. И вот я хочу обратиться к выпускникам следующего года, чтобы они внимательно читали правила приёма, которые в конце месяца уже будут опубликованы на сайтах всех вузов, и в нашем в том числе, и сдавали уже математику профильную. Поскольку наш вуз готовит специалистов по техническим направлениям строительства, архитектура, у нас все сдают профильную математику. Те студенты, вернее, выпускники, которые хотят учиться у нас, должны обратить на это внимание. Сергей Иванович, ну, я так понимаю, из-за этого произошёл большой недобор? Небольшой, небольшой, незначительный недобор произошёл, да. Это одна из причин, я считаю, основная. Есть ещё причина. По-прежнему мы находимся в яме демографического спада. Вот мы проанализировали ситуацию по наполняемости 9 класс, 10, 11. Если в этом году количество выпускников школ, а это показатель, в общем-то, это абитуриенты, выпускников школ было 9 тысяч чем-то, следующий год, 20-й, будет 10 тысяч 300, а уже 21-й год, 18 тысяч, уже удваивается. Ну, это были определённые демографические спады 2002-2003 год по рождаемости. И вот мы сейчас, так сказать, расхлёбываем вот эту вот сложную экономическую ситуацию тех лет. Скажите, какая из специальностей наиболее востребована у вас? Наиболее востребованы у нас специальности несколько. Это, в первую очередь, градостроительство. Это специально связанное с архитектурой. Она всегда у нас пользуется популярностью. Строительство, ну, хотя в этом году мы немножко не набрали. Строительство включает у нас это промышленное и гражданское строительство, экспертиза управления недвижимостью, производство и применение строительных материалов, изделий, водоснабжение, водоотведение, теплогазоснабжение, вентиляция. То есть практически весь комплекс специальный, специальности связаны с проектированием, созданием архитектурного облика зданий, с его непосредственно строительством и потом с эксплуатацией. Вот такие основные направления. Кроме того, у нас есть направление природообустройства водопользования. Это связано с растительными системами, созданием водохранилищ. Тоже достаточно нужная специальность. И я хотел бы отметить, что вы все знаете, что у нас выделяются значительные средства по федеральным целевым программам. И мы каждый год испытываем такой поток писем от работодателей, дать инженера в инженера в инженера по различным сферам строительной деятельности. Но, к сожалению, почему-то выпускники по-прежнему ориентируются на юристов, экономистов. Для меня это, конечно, наиболее востребованы. Сейчас специалисты именно технических специальностей. И об этом говорит и правительство, и президент постоянно это подчеркивает. А тем более, когда Крым напоминает одну большую стройку, преображается такими темпами, я думаю, что сейчас все-таки что-то поменяется. Должно что-то в голове поменяться. Должно поменяться. Ну, вы знаете, тема очень серьезная, тема очень важная. И, конечно, она требует не одного часа обсуждения. Времени у нас очень мало. И оно подошло к концу. Но я напомню, у нас сегодня в гостях Сергей Иванович Федоркин, доктор технических наук, профессор, директор Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Большое вам спасибо. Спасибо. Мы ждем к нам выпускников школ. И, я думаю, мы приложим все усилия для того, чтобы сделать из них востребованных специалистов. А уж работы у нас сейчас в Крыму очень много. Спасибо. Мы двигаемся дальше.